В эфире программа «Реальная дипломатия» и я, ее ведущая, Елена Нусачева. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы – Туркменистан. Все мы помним барханы пустыни Каракумы и горделивых верблюдов по фильму «Белое солнце пустыни». Но современный Туркменистан – это страна, где передовые технологии мирно уживаются с национальными традициями. Здесь не разговаривают на повышенных тонах, не принято. Почитают родителей старших, а хлеб и соль – священные продукты. Водитель даже может выйти из автомобиля и поднять кусочек хлеба, брошенный на тротуар. По запасам природного газа Туркменистан четвертый в мире после России, Ирана и Катара. Поэтому в дома его поставляют бесплатно. Элитное жилье с улучшенной планировкой, встроенной кухонной мебелью, бытовой техникой, подземными парковками и даже внутренним бассейном доступно не только состоятельным туркменам, но и любому сотруднику госучреждения. Ведь он должен заплатить только 10% от стоимости квартиры. Остальное погашает ведомство или кредит на 30 лет под 1% годовых. О главе всех туркменцев, про муратине язве, двери в преисподнюю и универсальном лекарстве, туркменском мумио, смотрите в дайджесте Татьяны Волковой. Туркменистан, президентская республика, расположенная в Средней Азии, граничит с четырьмя странами – Афганистаном, Ираном, Казахстаном и Узбекистаном. На западе омывается Каспийским морем. Сегодня эта страна четвертая в СНГ по величине территории, а также четвертая в мире по запасам природного газа. Правда, сегодня Туркменистан – единственное государство на постсоветском пространстве, которое сохраняет визовый режим со всеми бывшими союзными республиками. Сегодня Туркменистан – светское государство. Страна обрела независимость в 1991 году. Первым президентом был Сапар Мурад Ниязов. Он вел неоднозначную политику, но авторитет туркменбаши был непререкаем. За 22 года управления страной в честь Ниязова возвели более 14 тысяч статуй. В центре Ашхабада фигура президента выполнена из чистого золота. Сегодня бывший глава всех туркмен носит официальный титул пожизненного президента страны. Ниязов считается автором философско-исторического исследования духовности туркменского народа, книги Духа или Рухнамы. Это произведение нужно было знать всем. Ученики проходили его в школах и обязательно сдавали как предмет на выпускных экзаменах. В 2006 году Ниязов скончался от острой сердечной недостаточности. Официальным преемником стал бывший министр здравоохранения Гурбангулы Берды Мухамедов. В 2007 он побеждает на президентских выборах, набрав 89% голосов. За 6 лет правления Гурбангулы Берды Мухамедов наладил дипломатические отношения более чем сотни государств. Тем не менее, сегодня Туркменистан наиболее нейтральное государство из всех стран-членов СНГ. Туркменские власти не подписывали договор о коллективной безопасности и страна не входит в блок ГУАМ. Промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и связь в Туркменистане принадлежат государству. Основные статьи экспорта – природный газ и нефтепродукты. В Центрально-Азиатском регионе страна на втором месте по уровню жизни населения. Сегодня среднемесячная зарплата здесь около 300 долларов. Граждане Туркменистана не оплачивают свет, газ, воду и городской телефон в своих домах. К тому же любой туркмен каждый месяц имеет право абсолютно бесплатно получить 120 литров бензина. В Центральной Азии туркмены – единственный народ, который не употребляют в пищу конину. Для них это животное священно. В 1986 году этот неписанный закон был оформлен официально. Символ Туркменистана – ахалтикинский жеребет. Этой чистокровной породе уже более 5000 лет. Стоимость одной лошади может доходить до 3 миллионов долларов. Ахалтикинцев запрещено свободно вывозить из страны. Они изображены на государственном гербе и денежных знатах Туркмении. Туркменистан знаменит своими невероятными рекордами. Возле местного селения Дарваза существует так называемая дверь в преисподнюю. В 1971 году советские геологи наткнулись здесь на подземную полость, наполненную вредным газом. Чтобы не вышел наружу, геологи его подожгли. Предполагалось, что через несколько дней пожар потухнет. Однако газ горит до сих пор уже более 40 лет. Туркменское мумио – универсальное медицинское средство. Его используют при переломах, отравлениях, полиомиелите, мигрене и эпилепсии. Стоимость – 1 доллар за грамм. Мумио запрещено вывозить из страны. Власти Туркменистана пристально охраняют свое национальное достояние. Без специального разрешения государственного объединения Туркменхалы территории страны также запрещено вывозить пчелиный змеиный яд, салатковый корень, прополис, драгоценные полудрагоценные камни, живой скот, домашнюю птицу, все виды мяса, а также ковры. Одно из основных богатств страны – хлопок. Текстильные фабрики оснащены современным оборудованием. Джинсы из чистого плотного хлопка обойдутся туристу всего в 2 доллара. Кстати, известная американская певица Дженнифер Лопес носит джинсы именно из туркменского хлопка. Российскую прессу окружили особым вниманием. Провезли на автобусе по городу, показали все арки, монументы, дворцы, музеи. Честно скажу, город я не узнал. Не стало памятных мне панельных домов Хрущевского и Брежневского периодов с балконами, усеянными спутниковыми тарелками. Российские каналы по-прежнему тут смотрят, но антенны на крышах и не так заметны. Квартиры в беломрабранных зданиях государство предоставляет бюджетникам или бесплатно, или дает кредит на 30 лет с мизерным процентом. Коммунальные платежи смехотворные – 10 долларов в месяц за квартиру по 200 квадратных метров. Каждый автомобилист получает бесплатно 720 литров бензина на полгода. А если этого не хватит, платит за литр 20 центов. Прямо коммунизм какой-то. Перед поездкой я прочитал в прессе, что в Ашхабаде даже автобусные остановки оснащены кондиционерами. Чтобы это проверить, мы заходим на одну из таких остановок. Действительно, кроме кондиционера мы даже здесь видим телевизор. Вот, кстати, на телевизоре больше нет того значка, вернее, профиля, чеканного профиля лидера нации, который присутствовал при прежнем руководителе государства. А, кстати, кондиционер работает сейчас в режиме тепло. Все-таки, хоть и достаточно тепло здесь сейчас в городе, но зима есть зима. Продолжение следует...